Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, шикарные новости. Редкий случай, но они пришли из Венгрии. В Венгрии проголосовали только что, только что парламент проголосовал за вступление Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия стала последней страной НАТО, которая ратифицировала договор о вступлении Швеции в НАТО. Таким образом, мы видим, что НАТО пополнился теперь, пополнил свои ряды не только Финляндии, но еще и Швеции. Как говорится, Пойло всех переиграл. Две мощнейшие страны в экономическом плане, но и военно, мне самая слабая, Финляндия и Швеция, стали членами НАТО, с чем мы их и тех, и других поздравляем. Особенно Швецию, которая сделала это только сейчас. С Финляндией было проще немножко. Да, так вот, а почему я так говорю, и почему это для нас такая прекрасная новость? Ну, во-первых, скажем так, новость хороша тем, что стало больше членов НАТО, и этот блок стал сильнее, значит, противовес фашистской России в мире крепнет. Это первый момент. Ну, а второй момент, беспосредне, что называется, касается именно нас. Дело в том, что шведы очень четко и понятно заявили, что истребители Гриппин будут переданы Украине, как только страна станет членом НАТО, и на нее будет распространяться пятая статья договора о членстве в НАТО. В НАТО. Хорошо сказал, да. В НАТО. Да. Пускай будет в НАТО. Какая разница. Вот. Таким образом, этот момент настал. Швеция член НАТО, а наши летчики уже в Швеции. Чтобы вы знали, да, уже есть немножко, уже посмотрели, опробовали, не знаю, самостоятельно летали, не самостоятельно, но, во всяком случае, первый контакт между нашими летчиками и истребителем Гриппин уже были. Вот. А шведская оппозиция уже подняла в парламенте вопрос о передаче этих истребителей Украине. Надо сказать, что в мире не так уж много этих истребителей. Их там порядка чуть больше двухсот штук. Это, конечно, не F-16 в плане количества тех тысяч и тысячи, а этих чуть больше двухсот. Но, извините меня, каждый этот Гриппин, он стоит нескольких этих российских этих сушек, потому что на него навешивается самое современное дальнобойное оружие. Он обладает прекрасной электроникой и способен уничтожать российско-фашистские самолеты на большом расстоянии, на недоступном для, скажем так, атаки с этих российских самолетов. Поэтому, с точки военной зрения, этот самолет точно такой же подспорь для нас был бы, как и F-16. Это первый момент. Второй момент, он еще более позитивен для нас. F-16 более сложен в обслуживании, в организации, скажем так, взлетно-посадочных полос, боксов инженерных и т.д. и т.п. Вот это все. Что же касается Гриппинов, абсолютно неприхотливые самолеты. Кстати, гораздо меньше по размеру, чем F-16, что тоже хорошо. И способны приземляться на любую дорогу. У нас, слава богу, вот перед войной дороги там поналепили, особенно на западе Украины. Вот это все взлетно-посадочные полосы абсолютно запросто для того же Гриппина. Не вопрос. И учитывая, что шведское правительство, в общем-то, несколько раз повторяло, что как только страна станет членом НАТО, вопрос о передаче истребителей в Украине будет рассмотрен практически немедленно. И учитывая то, что и оппозиция этот вопрос поддерживает, который уже поднял в парламенте его, думаю, что, скажем так, есть такой шанс, что Гриппины у нас появятся даже быстрее, чем F-16. Ну, тут уж он не сглазил.